Всем привет, меня зовут Настя, сегодня у нас на обзоре палеточка от китайского инди-бренда, который называется NARIMI. Палеточка выглядит очень красиво, у меня уже был обзор на две палетки от этого бренда. Одна мне очень понравилась, другая понравилась чуть меньше, самую малость, да? Совсем чуть-чуть. Это же оставило во мне очень противоречивые впечатления. В чем прелесть этих палеток вообще? Почему люди их покупают? Заказывают с Таобао, то есть с китайского маркетплейса, ждут месяцами буквально. А в том, что здесь красивые мультихромные сияшки, которые классно сияют, красиво доохромят, очень привлекательная цветовая гамма. И цена всего этого счастья 2500 рублей, вот так вот примерно они стоят, со всеми доставками из Китая до России, и от байера до домашнего адреса, плюс сама палетка, короче, вот такая вот стоимость складывается. Почему так много всех доставок? Потому что, когда заказывают с Таобао, то оттуда едут десятки килограмм, сотни килограмм, просто огромные посылки. И, соответственно, рассчитывается там вес по килограмму. Соответственно, взял палетку, ее взвесили, оплатил все по тарифу, и еще потом, соответственно, когда приезжает к перекупщику вся эта посылка, он отправляет вам. Ну, короче, все это складывается в сумму около 2500 рублей. Согласитесь, что выглядит она очень красиво, и вот этот арт симпатичный. Здесь у нас такие три овечки, и вообще называется палетка Exotic Ship. Экзотические овечки, понимаем, да? В этой коллекции также вышло еще две вот такие вот палетки. Это у нас Галка, а это у нас Паук. На Галку я сделала эксклюзивный обзор с тремя макияжами на моем Бусти. А палетку с Пауком мы разобрали у меня на стриме, также на Бусти. Стримы доступны в записи, поэтому можете приобрести соответствующие тарифы и посмотреть, что я там сделала с этими оставшимися палетками. Очень мало кто снимает обзоры на такие маленькие бренды, которые не на слуху. Поэтому, если вам такие ролики интересны, и вы хотите поддержать меня как автора, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарии, мне будет очень приятно. И ролик будет высвечиваться в рекомендациях. Однако, перед тем, как мы с вами перейдем к основной части ролика, «Скажите мне, пожалуйста, ну что, спортом-то занимаемся? Делаем ли зарядочку, упражнения какие-нибудь? Поддерживаем ли себя как-то в форме?» Я вот занимаюсь. И хочу сказать, что у меня был момент в мае месяце, когда я очень сильно похудела. Не по своей воле просто так получилось. Конечно же, я смогла восстановить питание. Это основа всего, потому что можно заниматься спортом, но при этом ничего не жрать, соответственно, ничего в теле меняться не будет. Но сейчас, когда я потребляю необходимое количество белка и всего вот этого вот, и занимаюсь спортом, то я вижу изменения в своей фигуре, они мне очень нравятся. Занимаюсь спортом я, конечно же, на fitstars.ru, потому что у меня просто элементарно, даже если бы я очень хотела снова ходить в зал, у меня просто нет на это времени. Мне и так часов в сутках просто не хватает. Лишнее телодвижение – собраться в зал, дойти до зала, там переодеться, помыться, вот это вот всё. И превозможность всего в том, чтобы пойти заниматься спортом. Не просто расстелить дома коврик с кайфом, включить телевизор или поставить просто телефон перед собой и повторять упражнения за тренером, которые максимально подробно всё объясняют. Нет, я больше ходить никуда не готова, могу сказать честно. Для меня это сущая пытка. Представляете, встать в 6 утра, чтобы сходить в зал, вернуться домой, потом пойти там на работу или по делам по каким-то. Или просто встать с кровати, условно там почистить зубы, переодеться, или можно не переодеваться, в общем-то. Зарядку можно, мне кажется, и в пижаме делать. Выбрать себе какую-то программу по силам, да, у кого сколько времени и, в принципе, возможностей. Минимальное время вот программы на Fit Stars от тренеров – это 7 минут. Мне кажется, что это время может выделить любой человек для того, чтобы взбодриться, проснуться и идти в новый день. Сейчас появилось огромное количество новых программ, кстати говоря. На видео, между прочим, я не просто сижу в позе лотоса, а занимаюсь по программе «Плоский живот». Там надо правильно дышать, правильно напрягать мышцы, чувствовать, где ты дышишь, чем ты дышишь, как у тебя работает твой организм в целом. Это очень интересно, таким никогда не занималась. А я человек, который не умеет заниматься вот чем-то одним постоянно. То есть мне для того, чтобы поддерживать интерес, нужно постоянно менять какие-то тренировки, нужно пробовать что-то новое. Я, конечно, делаю их комплексно, да, не то что один день одно, другой день другое, но просто, по-моему, круто, когда есть возможность позаниматься всяким разным. Конечно же, мои хорошие, важна система. Сейчас на Fit Stars проходит акция «Жара 2024». Оформляйте подписку на тариф «Легендарный безлимит навсегда», который вернули, и есть возможность оформить его на сайте с рассрочкой на полгода. Оформляйте подписку, заходите в личный кабинет, нажимайте на кнопку «Участвовать», делайте тренировки с 1 по 31 августа и выигрывайте призы. Просто тренируешься и получаешь денежные сертификаты в Fit Stars Shop или на умные весы Пикук. А также все, кто оформил подписку и сделал всего 100 тренировок, имеют возможность поучаствовать в социальном проекте «Лес Fit Stars». Первые 500 деревьев уже посажены, обязательно присоединяйтесь. А с моим промокодом, который у вас сейчас на экране, будет внизу в описании под видео, получается скидка 70%, 70% на тариф «Легендарный безлимит навсегда». Тариф будет расти в цене, поэтому не откладывайте на завтра. Тариф навсегда остается и доступно вам будет вообще все. Рецепты, курсы, там есть макияж даже, понимаете, там есть курсы по дыханию, даже по фейс-фитнесу и вообще по любым темам, которые только можете себе представить. Все подробности и ссылки будут внизу в описании под видео, ну а я не смею вас больше задерживать. И давайте же скорее переходить к основной части этого видео. Итак, смотрим на палетку и я предлагаю начать с самой нарядной, самой красивой сияхи, которая всех будоражит без исключения. Это вот эта вот. Называется она «Фрот». Давайте посмотрим сразу перевод. Наша любимая рубрика, чтобы знать, о чем мы вообще говорим. «Фрот» – это пена. «Фрот». «Фрот». «Пена». «Пена». Я смотрю на эту палетку и вижу здесь три пастельных оттенка. Это они раз, два, три. Один темный и один коралловый акцентный, я так понимаю. Я бы использовала коралловый, конечно, к розовой сияхе. А вот «Фрот» я, конечно же, использовала бы вот с этим оттеночком. Но нам нужно затемнение. Затемнение за столько одно, да, понимаем, как бы в таком моменте. Ну и, конечно, такой мятный цвет, затемнить фиолетовым – это так себе идея, мне кажется. Как вы считаете? Но, видимо, нам ничего другого не остается, кроме как нанести мятный, дальше уйти в лаванду и лаванду застемнить фиолетовым. Давайте приступать. Я не буду делать катклис, я хочу сделать просто легкий такой симпатичный макияж сияшкой на весь глаз. В общем-то, очень пыльный, очень пыльный оттенок, просто посмотрите на него. Пылища. И один тычок кистью Китти. Кисть Китти достаточно мягкая. Я обрабатываю пигмент внутри ворса. Смотрите, сколько осталось его. Прям с кисти аж сыпется. Ну, помолимся, чтобы все было нормик. Так, пигмент достаточно плотный. Я прямо под бровь наношу этот оттенок, ближе к внутренней части глаза. То есть, дальше все. Дальше уже лаванда и темный фиолет. Прямо вот даже с руки то, что у меня не вработалось, а просто лежит на поверхности кожи, я набираю и на кисти заново. Слушайте, ну, такое себе. Плотные кисти типа вот Белла от Небледной. Я прохожусь под бровью, чтобы смягчить пигмент. Но он какой-то очень миловой и не смягчается. У меня вообще много вопросов к матовым нарями. Я не понимаю, то ли я как-то не так с ней работаю, то ли что. Но всем очень нравится. А я прям не понимаю. То есть, у меня что с голубой палеткой Blue Down были проблемы, что с палеткой Dead Wood, кстати говоря, тоже были проблемы. Я красилась ей в обзоре однушек Нуаш. И там у меня прям один цвет повел себя очень красиво. И после этого, как тоже тестировать дальше палетку, честно говоря, не очень хочется. Ну, в общем, здесь тоже очень интересно, что в итоге получится. Но пока посмотрите, очень неравномерно, очень как-то непонятно. В набивку норм, если начинать тушевать, то уже начинается что-то неприятное. А набивка прям, смотрите, какая плотнючая, классная. Ну, видимо, только так оставлять это, потому что оно не тушуется нормально. Распадается как будто бы на пиксели. Очень сухой рефил, очень какой-то он миловой такой, но неприятно. Дальше беру вот такую кисть My Love под номером 11 от Pony Romy. Я пойду в оттенок Illusion в эту лаванду, которая тоже очень, блин, пыльная. Поставлю вот тут вот рядом и посмотрим, как оно все будет друг с другом. И потихоньку начинаю их приближать к друг другу. Я понимаю, что зеленый и фиолетовый, ну, по сути, это зеленый и фиолетовый, если грубо говорить. Они не могут красиво друг к другу втушеваться. И не добиваюсь, я прямо вот так вот рядом их кладу, чуть-чуть подсмягчаю границы. Все-таки хочется мне мягкую оттяжку, мягкую тушевку. Ну, вроде, кстати говоря, норм. Даже там, где я их пытаюсь немножко подстушевать, это выглядит не как-то грязно, плохо. Лаванда ведет себя лучше, чем мятный оттенок, однозначно. Далее темно-фиолетовый оттенок Аномалии, короче. Тоже пыльный, палетка все уже выглядит непрезентабельно немножко. И Аномалии эти я наношу вот так в набивочку на внешний уголок. Работаю кистью My Passion Pony Roma под номером 9. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, что я могу сказать? Ой-ёй-ёй-ёй, ё-ёй-ёй. Так, ладно, сейчас все будет красиво. Ща-ща-ща, ща разберемся. Помогаю кистью Eye Eclair A19, потому что та, конечно, крупновата. Что-то я слишком сильно в себя поверила. На такую же кисть, только чисто, набираю лавандовый оттенок Illusion. Помогаю им тушевать. Ну, кстати говоря, вот фиолетовый, темный и светлый хорошо работают. Хотя я уже, честно говоря, была готова к полному фиаско. Немного завожу темно-фиолетовый вот сюда вот в мятный. Чуть-чуть смотрю, что происходит. Как-то ничего интересного, ничего красивого. И теперь я набираю оттенок Froth. Я бы хотела первый мазок сделать пальцем. Не люблю вообще это дело, но иногда хочется. Знаете, непреодолимое желание. Ощущается этот оттенок очень влажно. Такой вот прям он кремовый. Ой, и какой он хлопистый. Ой-ёй-ёй. Ааа, блин, трэш. Я чувствую толстенный слой на своем глазу. Надо срочно это растушевать. Ну, трэш пока непонятно, в плохом или хорошем смысле. Надо сейчас разобраться. Так, приезжал курьер с едой, и вот так вот все смотрится. Я там моргала, стояла. И как-то оно, знаете, выглядит не очень. Я вот так начинаю истерически размазывать вот эти хлопушки. Все летит во все стороны. Я прям вижу глазом открытым, что блестки вокруг просто вот так вот летают вереницей. Да, походу наносить пальцем была плохая идея, потому что кистью было бы более тонкой, и не было бы вот этих шматков жирнючих. Так что учитываем мои ошибочки, мои хорошие. Вроде получилось спасти глаз, но все равно, видите, вот если вбок посмотреть, то очень много хлопьев. И у меня еще на пальце хреново туча продукта. Просто какой-то огромный кусок. Я его вот могу растянуть еще в длиннющий свочи жирный. Вот так вот, наверное, должно смотреться в идеале. Мне такая текстура не очень нравится. Ну, прям хлопья-хлопья, и хлопья им погоняют. Но блестит, конечно, красиво. Здесь ни дать ни взять. Переливчик вообще топовый. Мятный наш остался одной тонкой полоской. Не знаю, хорошо это или плохо. И, кстати говоря, мне интересно посмотреть эту текстуру на стойкость. Думаю, что мне сегодня придется походить в этом макияже подольше. Не целый день, потому что я хочу сегодня еще один снять ближе к вечеру. Но несколько часиков, 4-5, может быть, мне точно нужно проверить это все дело. Посмотрите на количество осыпаний. Мне вообще не очень нравится, конечно, мейк. Но ладно, надо довести до конца, потом уже будем судить. Пока оно все с этими блестками под глазами, ничего не понятно. Я беру снова оттенок Anomalies и нижний век тоже прорабатываю. Ну, как без него-то. Оттенком God's Eye я буду нижний век. Какие-то они все очень жирные. Я просто сняла какое-то нереальное количество этой сияхи. Просто пипец. Кстати говоря, вот этот God's Eye очень красивая штучка. Но очень мягкая какая-то. Блин, текстура здесь такая непонятная. Прям крошится. Сияет, конечно, нереально, но крошится. Но я этот цвет хочу еще и на все века сделать. Так что не расслабляемся. У нас каждая сияха будет в главной роли в макияже. А в сияхе здесь три, понимаем, да? Три мейка у нас в обзоре 100%. Так что мы еще посмотрим на все эти оттенки неоднократно. Очень красивый оттеночек God's Eye. God's Eye. Понимаем, да? Глаз этой. God. Кто это? Коза. Коза. God, да, коза. Или овца. Овца-то шип. Глаз козы. Очень красивый. Реально такой искрящийся. Прям вау-вау-вау. Ну, можно тогда уж приколоться и оттенок Faith, который розовый, нанести на внутренний уголок. Ну, такой у нас макияж. Знакомство. Ой, какой хороший. Ой, какой хорошенький. Ну, прелесть. Очень хорошенький, правда. Прям для уголочка то, что доктор прописал. Он хорошо и в нижнее веко войдет, и в верхнее такое. И вашим, и нашим. Но тоже, блин, хлопья. Вот он, смотрите, залип. Таким жирным-жирным вот этим белесым куском. Мне вот так не нравится вот это вот. Ну, и что с ним делать? Я такой могу прям в одной палкой начать сковыривать, потому что мне не нравится. Ну, что это за шлепок? Хотя я нанесла совсем чуть-чуть, ну, прям каплю. Вроде получилось подстесать. Какие-то дырки у меня здесь, да, в тушевке появились? Прям непорядок. Ну, да сейчас как-то это все допиливает до нормального состояния адекватного. Но пока так. Пока я не знаю, что вам еще показать. Мне вот в целом сейчас вид макияжа не нравится. Сияхи красивые, но какие-то они неаккуратные, да? Как-то это все не понимаю. Сейчас буду пытаться разобраться. Я вот крашу второй глаз. И момент в том, что вот эта сияха, которая у меня на подвижном веке, она не переносится на кисть. Переносится совсем чуть-чуть. Я вот так натягиваю глаз, чтобы было ровное полотно. И начинаю прям тереть, натирать. И тогда что-то переносится. Но... А где вот что-то? А где... Но это же вообще ничто по сравнению с вот этим сиянием, да? Честно говоря, в Телеграм выложила кружочки, там можно посмотреть, как текстура в рефиле двигается. Я прям там кистью потыкла, видите, как все продавливается. И в комментах пишут, что у кого-то не так. То есть формула может быть типа нестабильная. Извините. Экскизми. Мы на такое не подписывались вообще-то. Но, блин. Это особенно палетки как бы бюджетные, типа. И не так уж прям обидно. Но хочется же, чтобы было красиво, правда? Но что-то как-то вот оно не переносится. На палец вот набралось прям сразу. Прям отпечаталось несколько хлопьев. Ну, с богом, блин. Это я даже не натирала рефил, я просто прикоснулась к нему. А теперь растираю прям активно. И так плохо, и так плохо. Вот ей-богу. Но все равно по-разному уже выглядит, да? На разных глазах по-разному. Какая-то хлопушка прилипла. Вот она растирается активно. Блин, я не знаю, короче, как это нанести, чтобы это было прям классно. Клей я осознанно не стала наносить. Потому что вот это вот месиво на клею, это вообще будет трошняк. Тогда вообще ничего не получится растереть. И будут лежать все шматками. Все-таки ковыряюсь кистью в рефиле, пытаясь добиться какого-то более-менее плотного нанесения. Я прям ковыряюсь там, чтобы вы понимали. Я прям зачерпываю вот эти хлопья. По чуть-чуть, по паре штучек. И переношу. Но это так долго, муторно и неприятно. Ну, получается как-то так. Хотя вот видите, на этом глазу все равно плотнее выглядит. Потому что там изначально нанесла прям очень много. И потом героически это растирало. Матовые мне перестали нравиться вообще все. Причем даже темно-фиолетовый. Он здесь, видите, как-то себя выбеливает при наслаивании. Вот тут вот видно, что какое-то пятно странное, непонятное. Здесь он вообще хреново растушевался. Короче. Ой. Ой, все. Блин. Ну, что ж такое? Почему все с этих нариями прям писаются, а у меня вот прям не заходит? Прям вот что-то не так постоянно. Но здесь сильно ярче. Я хочу, чтобы здесь было так же. Возможно, кстати говоря, для тест-драйва это будет полезно. Посмотреть, как слой потолще и потоньше. Будет ли это как-то отличаться или нет? Ну, красивая, конечно, сияшка. Она симпатичная. Но, блин, вот этот весь гемор, это прям... Так, я докрасила, зацениваю макияж. Я вообще записывала кружочек маме. Смотрю вот эти вот, конечно, фиолетовые уголки пятнистые, которые не тушуются. Но это трешак, мои хорошие. Меня дико это расстраивает. И мне сейчас надо с этим макияжем снять начало для другого видео. А я прям не хочу с ним снимать, понимаете? Мне прям не нравится, серьезно. Я вообще... Я не могу спокойно относиться к таким косякам. Когда вот что-то бросается в глаза, типа этих уголков, вот этих вот невменяемых, да? Каких-то пятнистых полосатых. Ну, вроде не пятнистых, не полосатых, но тушевка отсутствует. Вообще, тушевка погулять не вышла. Делаем жесткое освещение и смотрим на наши переливы. Конечно, вот эта сияха на центре века красивая. Смотрите, она тут персиковая, тут желто-зеленая, по центру розовая. Вообще, она еще и фиолетовый немножко отдает. Ну, в общем, красота. Хайлайтер у меня от Дуб Косметикс в оттенке Ice. Он у меня здесь, 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 здесь. Ну, короче, на всяких выступающих частях. Смотрите, как красиво виден дуахром этого хайлайтера. Пофигу на глаза, на глазах ничего интересного. Хайлайтер, вот, янта, да. Вот, янта красиво, конечно. Во! Вот теперь жесткий свет. Вот теперь зелень на глазах, смотрите, проступает, да? Вот так бы сразу. Видим, да, что у меня глаза переливаются в принципе. Вот видно, да, что всеми цветами радуги. И не только радуги, мне кажется. Очень красивые переливы. Базара ноль. Даже как будто бы ничего не собирается скатываться. Я крашусь очень долго, как вы знаете. Я вот пока лицо сделаю, пока вот это все пройдет часа полтора. И я думаю, что я уже сижу с глазами накрашенными около двух часов. Время сейчас 15.48. Давайте начнем мы исчисление с трех часов дня. Я говорю, целый день сегодня ходить не буду в этом. Но так, хотелось бы часика 4-5 потусить в макияже. Посмотреть, как будет себя вести сияха. Потому что это очень важно. В этой палетке пока меня расстраивают матовые. Не особо радуют текстуры сияшек. Но сам эффект на глазах, он красивый. Тут как бы спору нет. Так что так, мои хорошие. Красиво, конечно, светодоохромит мультихромит. Но поспорить с этим нельзя. Но процесс создания макияжа, он не радует. Я, знаете, пока фоткалась и убедилась в том, что мне этот мейк не нравится. Я не буду с ним снимать кусочек для другого видео. Потому что я хочу в приветствии быть красивая. А когда у меня какие-то косяки в макияже, я не чувствую себя таковой. Поэтому нет. Я, конечно, похожу в этом сегодня несколько часиков. Но все. Достаточно. Я лучше перекрашусь. Вот честно, да, да. Вот прям вот так. Меня эти уголки внешние просто добивают. Вот сияние красивое. Но что с фиолетом? Я не могу... Кто-то скажет, Настя, ты придумываешь. Я не придумываю. Просто вот это вот что такое. Вот это вот пятнышки какие-то. Вот эти вот пятнышки. Это что-то... Это что такое? Как с этим жить? Скажите мне, пожалуйста. Ладно, давайте про макияж. У меня в нижний слизистый карандашик. От Калейдос в оттенке Night of Creation. В качестве скульптора нанесла кремовый от Rare Beauty в оттенке Bright Side. И сухой от Chic наш вот этот вот запечоненький. Румяна у меня сегодня розовенькие, милые, нежные от Chic Glam в оттенке Petal Toll. И также нанесла румяна сухие из палетки Hourglass, Medusa. Вот эти вот. Хайлайтер я уже говорила. Это у меня Dope Cosmetics в оттеночке Ice. Такой он Ice, Ice Baby немножечко. И я сняла блеск, который нанесла изначально. Коричневый немножко меня в этом макияже старит. Был у меня вот этот вот блеск от Dog. Я нанесла блеск Naked от Chic. И карандашик у меня это 0,3 оттенок от Clio. Что еще вам рассказать? По-моему, все, больше у меня ничего интересного не происходит. Я сейчас поеду к маме. Хотим распаковать нового зоологиста. Мне приехал флакон с зайкой. Я уже его нюхала. Но хочется свой флакончик. И мама тоже очень сильно ждала. Поэтому я поеду разделю с ней этот процесс. Еще мама купила какую-то массажную кровать. Надо срочно ее протестировать. Тоже пойти полежать. Там она вроде позвонки проминает. Надо, короче, посмотреть на это чудо техники. Знаете, для меня все-таки, наверное, в этой палетке большим расстройством являются матовые. Сначала все так хорошо шло. Ну, вот зеленый единственное, что сразу показал, какая он тварь. Но он очень меловой, очень сухой. Сияшки, если можно нанести и перенести на глаз хоть как-то, это уже неплохо. А вот когда матовый плохой, с ним ничего не сделаешь. Если жирную сияху можно перепрессовать со спиртом и сделать более сухой, то с матовым ты ничего не сделаешь. Каким его сделали, такой он и будет. По чьему-то мнению эта норма мне не нравится. Я не знаю. Может быть, я придираюсь. Может быть, я еще что-то. Но опять же, вы сами все прекрасно видите своими глазами. Да? И если вас устраивает такой визуал, то это супер. Тогда получается, что наше с вами мнение просто расходится в этом вопросе. И проблемы, которые для меня являются проблемами, для вас таковыми не являются. Соответственно, вам эта палетка может быть даже и будет ок. В то время, как мне не нравятся какие-то технические характеристики. Это все мое субъективное, безусловно. Я надеюсь, что когда вы смотрите мои обзоры, вы также их смотрите своими глазами. Помимо того, что вы слушаете, что я говорю, то вы сами оцениваете происходящее. И можете сделать свои личные выводы. Кстати говоря, никаких тенденций к скатыванию нет. Это не может не радовать. Но посмотрим, что будет дальше. Ну, сияет этот спаркл. Этот спаркл можно назвать интересно? На центре века, конечно, бомбически. Поэтому к нему я прикапываться не хочу. Ну да, хлопья. Ну да, растирать. Но как он блестит. Так что ладно, пускай живет пока. С матами мы будем пытаться подружиться еще. Время 22.30. Мы поймали кошку с Мишей. Котенка. Который у меня сейчас на балконе. Опять не для передержки. Но для пристройства. Я, кажется, даже занутая. У вас какая-то мать. Взяла себе нового подопечного. Вот. Макияж держится довольно стойко. Сияха... Ну, не скатывается. Но есть заломничек над нескатыванием. Все мы знаем, что такое бывает. Это норма. Я думаю, что будет хуже, честно говоря. Матвы меня все еще не радуют. Но, в общем-то, все держится довольно неплохо. Скажите. Я пока не уверена, буду снимать еще все макияжи или нет. Но хотелось бы, если честно, доснять сегодня обзорчик. Кстати говоря, на глазу, который у меня был пальцем, нанесен больший заломчик, чем там, где кистью. Видите, здесь потоньше и меньше вот эти вот полоски. Так что так. Делаем выводы. С этой сияшкой мы заканчиваем. Больше использовать ее не буду. По крайней мере, буду стараться не использовать. Разве что на уголочек куда-то. Вот. Так что посмотрели и хватит. Все. Поехали дальше. Сейчас время пол первой ночи. Я решила доснять все-таки макияжи. Потому что, ну, мне, во-первых, не имется. А, во-вторых, муж уехал в ночную смену. Я решила, что у меня тоже сегодня будет ночная смена, мои хорошие. Мои хорошие, мои хорошие. Так, ну что, начинаем. Я хочу сделать макияж темной смоки с синей сияшкой. И нежный розовый макияж с розовой сияшкой. Ну, и коралловым оттенком. Короче, вот что-то такое будет. Давайте начнем с темного глаза. Я набираю оттенок Аномалиес. Кстати, мы сейчас ловили котенка, поймали. Просто, ну, это не шутка, что по осени для ритуалов люди, отбитые на голову, забирают черных кошек с улицы. Для того, чтобы делать с ними всякие вещи, которые лучше не представляют себе в голове. Я избавляю свой двор от черных кошек. Ну, как бы нормальными способами. Я их отлавливаю и пристраиваю. Вот сегодня поймали черную кошку, и у меня пальцы все вспухли. Ну, не все, но вот она прокусила мне насквозь этот палец, и сустав прокусила. Я все обработала вроде нормально, но все равно побаливает рука, честно говоря. Надеюсь, что без бешенства. Узнаем попозже. Поэтому первый макияж пережил все эти отловы и вот эти бесчинства. И вот я умылась. У меня дергается глаз, спросите, пожалуйста. И решила записать вам пару мейков. Ну, вот так вот ненавязчиво. Беру кисть Китти, оттенок Anomaly Yes набираю. Излишки вырабатываю об руку. И этим цветом сразу оформляю себе складку. Посмотрим на его работу в чистом виде. Как он работает без других оттенков под ним. Кстати, выглядит очень тускло. Смотрите. Прям еле-еле. Давайте еще наслоим. Мне хочется рассмотреть каждый матовый в отдельности. Вот как он есть. Попытаться его потушевать отдельно. Не на какой-то другой цвет, не под. А вот прям как он есть сам по себе. Ну, вроде норм. И тушуется как будто бы тоже норм. Но с лавандой он работал не очень хорошо. Кто-то кому-то явно там мешал. Сейчас в соло он как будто бы гораздо лучше смотрится. И наслаивается, и тушуется. Довольно чисто. Такой оттенок интересный. Грязно-синий. Притом в палетке он выглядит либо на фоне фиолетового. Он смотрится фиолетовым. Либо он реально с какой-то фиолетовой винкой. Но почему-то на глазу этого совершенно незаметно. Кстати, очень красиво тушуется. Я как будто бы немножко его реабилитировала в своих глазах. Потому что до этого я думала, что это все. Это конец. Такой красивый оттенок. И так плохо работает. Но вот сам по себе он гораздо лучше. Смотрите. Вообще. Даже как будто бы не хочется ничем его тушевать. Хотя я хотела добавить розовый. Прям вообще не хочется портить эту идиллию. Сейчас буду сразу носить синюю сияху на все веко. Это у меня кисть Терефор 28. Но если она не справится, то не справится вообще ничто. Вот такая какая-то дымка вуальная. Хочется поплотнее. Набираю эти хлопья. И вот так прям поднимаю голову, чтобы они не сыпались мне на лицо. Ну, конечно, не суперкомфортно, но как есть. Очень-очень рыхлый оттенок. Ну, это просто. Это трэш. Он разваливается в рефиле на маленькие кусочки. Но смотрится это просто божественно. Посмотрите, какое ночное небо. Просто галактика на глазах. Уплотняю сияшку на центре подвижного века. Нижнее веко оформляю также оттенком Anomalies. Я все-таки хочу попробовать растушевать розовым цветом. Называется он Wool. Хотя бы по нижнему веку. Посмотреть, что получится. Получится ли вообще? Рядом с этим оттенком розовый становится фиолетовым. Ну, в общем-то, не мудрено. Но смягчаются границы вполне себе неплохо. Оттенок Froth нанесу на внутренний уголок. Совсем капельку. Прям пару хлопушек. Что-то хлопушки не хотят растираться. Как же я обожаю, когда в темных макияжах появляется такой яркий внутренний уголок, который просто все трансформирует в лучшую сторону. И сразу макияж заиграл другими красками. Посмотрите, как красиво. Я закончила макияж на этом глазу. Давайте приступать ко второму. Я беру оттеночек Chaos. Также вырабатываю его об руку. И начинаю тушевку с кладки века. Мне интересна, опять же, работа этого оттенка вот как он есть. Очень мягко, красиво и плотно наносится. Слушайте, цвет такой прям красивый. Давайте мы его наслоим еще. Вот видите, он сам себя выбеливает немножко. Такое бывает. И это не очень красиво выглядит. Попробуем растушевать. Но, смотрите, он как будто бы запал в с кладку веку. Хотя у меня там база от Сергея Наумова нанесена. То есть, по идее, такого быть не должно. Как будто бы наслаивается он не очень. Вот такая вот хрень происходит. Или он там просто подслез. Давайте еще попробуем. Нет, все-таки он выбеливает себя, видите. Ой, блин, час от часу не легче. Так хорошо все начиналось. Ну, посмотрите на это. Он просто сделал сам себя почти белым. Придется перекрывать все сияхой. А что делать? Ну, просто. Здравствуй, просто. Как дела? Ну, что это такое? То есть, функция наслаивания здесь отсутствует полностью. Наслаивается он очень паршиво. Это плохой результат. Прям ужасный. А если в один слой мне мало, то что теперь делать? Принимать его таким, как он есть? А я не хочу. Сам по себе цвет красивый, если не берем во внимание вот это вот место со складкой, да, где я его набила еще посильнее. Ну, блин. Там все можно исправить сияхой, но мне такой не нравится. Я снова набираю оттенок Wool. На камере он выглядит прям белесым. На самом деле он более такого плотного розового цвета. Давайте мы нанесем его по нижнему веку. Мне просто интересно. Ну, вот видите, у него довольно яркий розовый пигмент. В палетке он будто просто белый с розовым оттенком легким. Как будто бы этим цветом тоже можно сделать какую-то складку или что-то такое. Но видите, когда я набиваю его тоже, он высветляет сам себя. Вообще, я люблю делать нижнее веко более темным, чем все остальное, но здесь у нас особо нет альтернативы, поэтому довольствуемся тем, что имеется. Играем по правилам этой палетки. Но я просто в обзорах не люблю вот креативные макияжи какие-то делать. Мне это, честно, кажется каким-то ненужным гемором, потому что мне главное рассмотреть оттенок. И для этого нужно нести его достаточно обширно, плотно, потушевать его вдоволь. Короче, вот это вот все. Как они стушуются, интересно, с этим коралловым цветом? Как будто бы никак. Очень странный матовый. Вроде норм, а вроде вот во всех есть какой-то изъян. Кстати говоря, пока я красила себе глаз, видите, этот оттенок как будто бы подрастекся. То есть у него осталась четкая граница, а дальше он просто как будто распался. Не знаю, что с ним случилось. Мне не нравится, когда вот есть вот этот момент перехода от плотного цвета к какому-то акварельному, такому, знаете. И здесь это случилось тоже. Хотя я вообще ничем его не тушевала и даже не трогала. Что произошло, я не знаю. Я набираю розовый оттенок Faith на кизаево 234. И начинаю его переносить. Тоже хлопья вот эти вот. Все одно и то же. Каждый оттенок в этой палетке, он одинаковый по своей текстуре. Еле набирается на кисть, зато пальцем перенесешь так, что потом можешь даже пожалеть об этом. Кистью это, видите, вот просто как отдельные какие-то блестки. Можно, конечно, и так оставить, но это совершенно неинтересно, поэтому я рискну. Наберу немножко на палец и попробуем натереть. Ну вот так, конечно, интереснее. Но это все кусочки, которые надо активно растирать. Чтобы это не превратилось в текстуру, которая жует век. Причем жует так жует. Кусочки необходимо растирать. Оставлять их просто так нельзя ни в коем случае. Вы пожалеете. Это прям нюдик. У нас такая сегодня ночь и рассвет немножко получились. Наслаиваю еще. Розовый оттенок в рефиле становится на глазу вообще бесцветным почти, потому что ну просто в тон кожи. По крайней мере в тон моей кожи. Поэтому смотрится как просто такие салатово-золотые блестки без подложки. Но однако, если посмотреть без света падающего на эти блестки, то будет видно, что там легкие-легкие розовые оттенки, которые совершенно не играют никакой здесь роли. Ну вот такой элементарный макияж получился. Честно говоря, на что-то большее мне сегодня не хватит. Но опять же, я считаю, что для обзора палетки этого более чем достаточно. Показываю, что у меня получилось. Смотрим на наш первый глаз. И здесь у нас. Дуахрома на глазу я вижу. Вот этот вот зеленый, это типа дуахром. Точнее, вот он в зеркале, Давид. Вот, вот. Это дуахром интересный или что? Ну да. Да, это дуахром. Интересно. Внезапно. Прикольно. Какие еще апитеты можно добавить? Кстати говоря, хайлайтер у меня тоже сейчас необычный весьма. И он тоже очень красивый. Продается сейчас у Василисы, у Байера, к которому я всегда обращаюсь, в магазине на Озоне. Я оставлю ссылочку на него внизу в описании под видео. Хайлайтеры топовые. Второй у меня нанесен вот здесь вот. Давайте посмотрим и на него тоже. Посмотрите. Он дуахромит в желтый, в розовый, в фиолетовый. Давайте про тени все-таки, да? А то мы с вами тут собрались ради них. Здесь никакого дуахрома я не наблюдаю вообще. Ну, возможно, как-то немножко салатовый преломляется в такой светло-светло-голубой, но это совершенно неинтересно. В общем-то, здесь как будто бы блик вышел более классный. Короче, вот так вот все это выглядит. Здесь у нас тушевка одним цветом, по нижней границе розовый, который стал лавандовым. Ну, короче, вы помните эту историю. Ну, как будто бы темно-фиолетовый все-таки может быть нормальным адекватным. Но только, видимо, в соло. Но я бы наносила его вот так вот и все. Потому что в прошлом мейке я не знаю, что случилось. Либо лаванды не очень, либо что. Ну, короче, много вопросов к матовым оттенкам этой палетки. Ну, хотя первая сияха намного искупает. Тут, конечно, сложно поспорить. Ладно, давайте об этом поговорим уже в выводах. А пока что посмотрим на макияж в целом. Чем я накрасила себе лицо? Еще бы вспомнить. А вот и вспомнила, кстати говоря. У меня вот такой вот кремовый скульптор в тюбике от Шик в оттенке номер 02. Сверху запеченный скульптор тоже от Шик. Румяна у меня. Я взяла самые светлые, нейтральные в оттенке Блиц от Rare Beauty. Какие здесь румяна у меня сверху? Как мне это понять сейчас? Слушайте, как будто бы я никакие сверху не добавляла сухие, только вот эти вот, ну, плотным таким слоем. Но, наверное, слоя 3 я сделала точно, чтобы они были такие более яркие. Да, реально, больше никаких у меня румяной не было. Я потом перешла к хайлайтерам, так сильно ими увлеклась, что уже все, уже все забыла. Короче, вот эта вот палеточка. Вот здесь вот этот оттенок такой, видите, у него салатовый блик на розовой базе. Розовая база, она есть, вот видите, небольшая такая розовая полосочка, но она выглядит как румянец, поэтому ничего страшного я здесь совершенно не вижу. У меня румяный хайлайтер примерно на одном уровне себя нанесены. Дальше вот этот оттенок у меня здесь. Никакой полосы не вижу вообще. Ну, возможно, чутка я переборщила, поэтому есть даже не серая полоса какая-то. Слушайте, нет никакой полосы, что мы придумываем? Смотрите, у меня сейчас еще текстура на щеках есть, такие, видите, маленькие прыщички. Этот хайлайтер как будто бы их даже сглаживает, то есть ничего не подчеркивается, все супер. Потому что нет крупных блесток, а они все прям поднимают, взъерошивают все наши прыщи наружу. Я сделала себе коричневую стрелку карандашом от Бернович в оттенке номер 02. И нижний слизистый проработала вот этим вот карандашом серебристым от бренда Sweet. Серебристый, да, вот он у меня здесь нанесен. Очень плотный, очень красивый, смотрите, какой он. Я нашла его у себя, посмотрите на цвет. Плотнючий серебристый карандаш. Я вообще о таком мечтала, и вот я нашла его у себя дома. Бывает же такое. Здесь у меня карандашик у Бьюти Бомб из коллекции Юфы в оттенке номер 03. Тушь у меня от Исамай, я доковыриваю последние уже остатки продукта. Мне как-то жалко ее выкидывать, я хочу допользовать ее полностью. Карандашик на губах у меня 01 Винсабо с блеском от Шик в оттенке номер 07 тонко. Ну вот получается и весь наш обзор. Давайте же посмотрим кадры с мобильного телефона. Я сейчас еще болею, поэтому могу слышаться и выглядеть не очень хорошо. Я дико извиняюсь, если что, заранее за всякие моментики вот эти вот. Ну давайте посмотрим на макияжи. Как мы выяснили, текстура это даже, хоть она жирная, но не скатывается, поэтому может быть спокойно. Конечно, синий роскошно на подвижном веке. Мне он очень нравится. Возможно, даже это мой фаворит из всей палетки. Представляете себе такое? Конечно, уголок тоже красивый, но я так люблю синие цвета, что я просто не могу перестать на это любоваться. Какой он замечательный. И его дуахром просто потрясающе. Это зеленоватый блик. Здесь у нас просто сияха. Каких очень много, ничего особенного в ней нет. Конечно, искрящаяся, красивая. Но что оттенок складки, что сияха, что нижний век, совершенно ординарные на мой вкус. Ничего в них интересного нет. А теперь, как всегда, по традиции будет коллаж со всеми макияжами из этого видео. Я, конечно же, прошу вас в комментариях, пожалуйста, проголосуйте за тот, который понравился вам больше всего. Выводы будут короткие. Я, честно, не знаю, что здесь прям распинаться. Мы видели все оттенки в действии. В общем, палетка оставила у меня неоднозначные впечатления. Я не скажу, что это прям плохо, ужасно, кошмарно. Это специфично. С ней нужно захотеть научиться работать. Вот в чем прикол. Просто так наобум сделать макияж левой пяткой в темноте не получится. Тени тушуются. Ну так, с приколом с некоторым. Коралловый оттенок красивый, акцентный. К сожалению, отсюда оказался прям сильно меловым. Впрочем, как и мятный, розовый, с лавандой более-менее нормальный из того, что я смогла из них увидеть. Фиолетовый оттенок, он работает, но вот знаете, как-то вот что в одном макияже, что в другом, он не был самым классным матовым в моей жизни. Давайте так. Сияки прикольные. Оттенок Frost специфичный, опять же. В целом, за 2500, я считаю, что с этой палеткой можно и подружиться, потому что это очень хорошая цена. И, наверное, можно простить какие-то моментики, потому что переливы правда красивые. Оттенок Goats Eye вообще классный. Вот этот вот синий. Ну, я просто люблю синий. Здесь очень пыльные тени. Очень, блин, пыльные тени. И вот я сейчас провела по палетке, чтобы вот так вот между рефилами убрать тени матовые, набрала слегка оттенок Frost. Конечно, он красивый. Вот так вот растираешь его, он так переливается красиво. Выглядит просто раз чудесно. Но это при растирании, нанесении пальцем. Нанесение кистью некомфортное. Но, извините, опять же, если захочется, то можно приловчиться. Я сейчас взяла за правило избавляться от какой-то косметики, которая как бы свой обзор отработала. Не оставила у меня никаких восторженных эмоций. И я могу сказать, что здесь исключение, потому что палеточки Нарими просто мне нравятся по своей вот этой вот обложечке, по своему оформлению. По цветовым подборкам они мне нравятся. Они просто радуют глаз. Это просто как артефакт. Но для меня навряд ли это станет рабочей лошадкой. И я буду ими прям пользоваться. Причем не одной из трех. Опять же, обзор на оставшиеся две палетки из этой серии можете посмотреть на моем Boost. И также на Boost, кстати говоря, я сделала макияж с матовой палеткой. Вот там вот все гораздо интереснее. Матовая палетка это вот это. Она... Я не буду вам рассказывать. Смотрите эксклюзив на Boost. У меня в первом эксклюзиве обзор на палетку зеленую. А второй эксклюзив это обзор на палетку от бренда Electrum Cosmetics. Очень редкая палетка от инди-бренда, тоже небольшого. И там также я использовала для обрамления сияшек много матовых оттенков из матовой палетки Нарими, которая называется Цикада. Так что мой Boost вас ждет. И, конечно же, подписывайтесь с Телеграм, потому что хрен значит будет с Ютубом. На самом деле, вот если по чесноку ничего не понятно, уже многие считают, что Ютуб несмотрибелен. И я с вами согласна, абсолютно. Как бы это не было грустно признавать, работает у меня только сейчас мобильный интернет. С Wi-Fi нет, ничего не грузит. Я люблю посмотреть видосики с телевизора. Телевизор это Wi-Fi. Ну и, в общем-то, все. На этом моменте происходит затык непримиримый. Невозможно смотреть видео сейчас с Ютуба. Поэтому, чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на Телеграм. Там я всегда онлайн и буду выкладывать ссылки на какие-то альтернативные площадки, если я буду куда-то заливать еще видео. Но я так понимаю, что жизнь нас не так еще развернет, и заливать видосы куда-то придется. Поэтому, опять же, Телеграм наше спасение, наш оплот спокойствия в этом нестабильном мире. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите какой-нибудь классный комментарий, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем огромное спасибо за просмотр, и всем пока!